Добрый день, меня зовут Гусева Раиса Александровна. Я мама 11-летней девочки Олеси, которая осенью 2022 года не стала. Несчастье в нашей семье случилось 30 сентября 2022 года в городе Калининске Саратовской области. В результате наезда автомобиля, за рулем которого сидел Кульков Юрий Васильевич. Моя дочь получила травмы, несовместимые с жизнью. Впала в кому и на следующий день, не приходя в сознание, умерла. В отношении Кулькова возбудили уголовное дело, которое 29 декабря 2022 года было прекращено, так как следователь посчитал, что в действиях водителя нет состава преступления. До прекращения уголовного дела ко мне обратился представитель Кулькова и сказал, что Кульков готов мне дать 350 тысяч рублей при условии, что у моей семьи не будет к нему претензий. Понятно, что эти условия для нас неприемлемые, и дело не в сумме возмещения. Мы потеряли нашу маленькую дочь, и никакие материальные ценности ее не вернут. Сам лично Кульков ко мне не обращался, никакую помощь, в том числе связанную с похоронами, не предлагал. Для нас стало настоящим шоком, что уголовное дело было прекращено и расследовалось оно не более трех месяцев. Как считает следователь, что Кульков никаких правил дорожного движения не нарушил и даже не превысил скорость. Однако от удара его автомашиной мою дочь отбросила на 35 метров. По словам очевидцев, она несколько раз перевернулась в воздухе. Мы понимаем, что у нее не было шансов остаться в живых после удара такой силы. То, что водитель Кульков превысил скорость, видели свидетели. Одна по какой-то причине их показания во внимание следователям не приняты. Допрошенный эксперт показал, что он не исключает возможность того, что виновник ДТП Кульков мог среагировать и остановиться, если бы ехал с допустимой скоростью. Виновник ДТП, не обращая внимания настоящие на переходе машины, пропускающие моего ребенка, не пытаясь оценить ситуацию, сбил мою дочь. Однако следователь доверился показаниям Кулькова, подозреваемого по уголовному делу, посчитав, что его показания не способ уйти от ответственности, а наиболее достоверное доказательство. В социальной сети ВКонтакте в группе Калининск-Саратовской области сразу после ДТП была размещена информация о случившемся с указанием на виновника ДТП и всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время информация удалена. Также имеются многочисленные отклики свидетелей и очевидцев произошедшего. Некоторые свидетели писали, что за рулем автомобиля мог находиться совершенно другой человек, возможно, дочь Кулькова. Однако следствию не проверялась данная информация. На все заявления ходатайства об установлении допроса этих лиц следователь отказывал. Было видно, что ему это просто неинтересно. Не просто неинтересно, но и не нужно. Хочу сообщить еще про одно обстоятельство. Так, сразу после ДТП сотрудниками ГИБДД был изъят и осмотрен видеорегистратор Кулькова, на котором имелась запись с места происшествия, указанный факт, могут подтвердить свидетели ДТП, которые не были допрошены, несмотря на наше заявление об этом. На первом допросе я спросила у следователя про видеорегистратор, на что он достал его из ящика своего стола и показал мне. Он сказал, что на видео все видно и мне не надо переживать. В ходе расследования данного дела выяснилось, что флешка по какой-то причине не читается. Записи ДТП там якобы нет. Как это назвать? Халатность должностных лиц, ведущих расследование, или это было сделано с умыслом, чтобы сократить самое важное доказательство – видеозапись? В результате в течение трех месяцев следователь провел так называемое расследование и прекратил уголовное дело. Мне известно, что уголовные дела по ДТП, в том числе, где достаточно очевидцев, расследуются не три и не четыре месяца, так как специфика дела требует назначения большего количества сложных экспертист и проверки многих фактов. Однако в нашей ситуации следователь просто свернул расследование, несмотря на то, что погибший ребенок. На постановление следователя о прекращении дела мы подавали жалобы и в прокуратуру, и руководству следственных органов. Однако результата это не принесло. Действия следователя признаны законными. Пугает не только то, что в Саратовской области пострадавшие не всегда могут получить защиту и рассчитывать на справедливое решение по их делу, но также и полное безразличие со стороны следственных органов прокуратуры Саратовской области к судьбам людей, да и к законодательству, судя по всему. Я обращаюсь к органам прокуратуры и следственным органам Российской Федерации. Надеюсь, что дело по факту гибели моего ребенка будет взято под контроль и будет расследоваться так, как должно, тщательно и добросовестно. У меня нет цели любой ценой наказать виновных, но хотелось бы добиться справедливости и полноценного объективного следствия по делу. Спасибо. Надеюсь, что мое обращение будет рассмотрено и по нему будут приняты все необходимые меры. Продолжение следует...